Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Мы продолжаем знакомить вас с православными периодическими изданиями. Сегодня мы поговорим исключительно о приходских газетах и журналах. Духовно-просветительская газета «Лампада» – ежемесячное издание Свято-Георгиевской церкви города Новоалтайском. В свежем номере – преподобный Серафим Саровский-Чудотворец. Редакция газеты подготовила «Житие святого» как для взрослых читателей, так и для маленьких христиан на традиционной детской страничке «Огонек». Современные медико-социальные и духовные проблемы обсуждались на конференции в Новоалтайской городской больнице. Сделан первый шаг. Духовенство, администрация города и врачи говорили о необратимых последствиях абортов. История явления нерукотворного лика спасителя, православные праздники месяца. Откуда взялось множество икон Пресвятой Богородицы и как в них ориентироваться? Разъясняет искусствовед Ирина Языкова. «Жизнь моя горькая и сладкая» в рубрике «Судьбы людские» пронзительный рассказ о тяжелых голодных послевоенных годах. Как узнать волю Божию? Ответом на этот вопрос явилась вся жизнь Иннокене Георгии, памяти которой посвящена статья Галины Мейкшен. На газету «Лампада» продолжается подписка. Подписку можно оформить с любого месяца в любом отделении связи Алтайского края. Подписной индекс 73627. Приходской листок храма апостола Иякова, брата Божия, города Губкина, Белгородской митрополии. Пусть это пока еще небольшое по объему издание с небольшим тиражом, но важность и значимость его от этого не теряется. Первая страница, загруженному каждодневными заботами человеку, напомнит о расписании богослужений в храме, церковных праздниках. Перелистывая страницу, можно узнать, какое Евангелие апостол читается в церкви. Душа, обремененная проблемами, наверняка получит ответ в кратких рассказах, размышлениях святых отцов, современных богослов, мыслителей. Так, постепенно, знакомясь с жизнью церкви, узнавая жития святых, читая Евангелие, мы учимся ориентироваться в нашей повседневной жизни. Пусть и небольшой приходской листок выпускается в храме апостола Иякова, брата Божия, города Губкина, но он оказывает неоценимую поддержку в приобщении людей к вере. Приходской журнал «Встреча». Журнал издается святоведенским храмом города Сосновоборска, Красноярского края. Главным редактором является настоятель храма Ирей Николай Чехичин. Выходит один раз в месяц. У журнала небольшой тираж. Сделан очень качественно и со вкусом. Прекрасная подборка материалов. Есть детская страничка для детей. Приходские новости рассказывают не только о событиях на приходе, но и о событиях всего города Сосновоборска. Надо сказать, что сам город очень молодой. На страницах журнала «Отец Николай» поздравляет всех горожан 40-летием любимого города. Рубрика «По святым местам» знакомит со святынями Черногории. Рождество Иоанна Претичи читатели узнают не только о самом празднике, но и об истории его возникновения, а также о предостережении в наш век толерантности, веянии неоязычников, пытающихся смешать язычество с христианством. День семьи, любви и верности. Что мы празднуем в этот день? Материал по литургике. Литургия верных. Толкование митрополита Антония Сурожского на евангельский рассказ о римском сотнике. Свидетели Еговы. История создания секты, основы вероучения, методы работы и многое другое. На последней страничке объявления. Журнал можно приобрести в Свято-Веденском храме города Сосновоборска. Православное слово. Ежемесячное университетское издание Волгоградской епархии. Главный редактор митрополит Волгоградский Камышинский Герман. На страницах газеты читатели знакомятся со статьями проповеднического, педагогического и богословского содержания. Со статьями, касающимися современной ситуации в России и ее исторического прошлого, краеведческими материалами, житьями святых. Читатели газеты узнают о правилах поведения в храме, о церковных праздниках. За годы существования газеты «Православное слово» много подготовила людей к приходу в церковь и приобщила к православной христианскому образу жизни. Газета содержит специальное приложение «Семья и дети», подготовленное Волгоградским региональным отделением Общероссийского детского фонда. Оно адресовано тем, кто заботится о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Педагогам, врачам, родителям, всем, кому дороги дети и детство. В приложении публикуются материалы о положении детей в России, о правах детей, о программах Российского детского фонда, о работе с детьми. Единая школьная форма. На эту тему состоялось региональное совещание в Волгограде. Мама 11 детей, 7 из которых приемные. Религиозное и антирелигиозное содержание в преподавании дореволюционной и советской школы. Монахиня Мария, глава из книги Анны Танеевой «Вырубывай страницы моей жизни». Это и многое другое на страницах ежемесячного издания Волгоградской епархии. Православное слово. Газета распространяется в храмах епархии. Журнал «Седмица». Издание храма святых апостолов Петра и Павла города Полевского Екатеринбургской епархии. Одна из задач периодического издания – объединение верующих всех приходов Полевского округа. Поэтому рубрика «Приходские новости» повествует о событиях жизни нескольких приходов. А в конце номера по традиции размещается расписание богослужений в храмах Полевского, поселка Зюзельский, села Полдневая. Также на страницах «Седмицы» рассказы о православных праздниках, паломнических поездках, материалы, посвященные юбилейным датам, в помощь педагогам воскресных школ. Издание распространяется в храмах Полевского округа. Дорогие телезрители, православные периодические издания не приносят никакой серьезной коммерческой выгоды их издателям. Издание православной периодики – это особое служение в деле просвещения и распространение света Христовой истины. Поддержите православную журналистику. Выписывайте и читайте православные газеты и журналы. С вами была программа «Обзор прессы» и ее ведущий Тимофей Овухов. До новых встреч!